Как устроить ребенка в садик? Будем говорить откровенно, это сделать нелегко, тем более при нынешнем дефиците мест в детских дошкольных учреждениях. И при этом родителям стоит позаботиться о месте в детском саду уже с момента рождения малыша. А какие для этого необходимы документы и как можно встать в очередь по интернету? Об этом нам расскажет главный специалист дошкольного отдела управления образованием окружной администрации города Якутска Мария Степанова. Доброе утро, Мария Павловна. Итак, какие документы необходимо иметь на руках, чтобы записать ребенка в детский сад? Для постановки в очередь родителям необходимо предоставить паспорт, свидетельство о рождении ребенка и документ, если категория относится к льготной, подтверждающей льготу. О льготах мы поговорим чуть позже. Я знаю, что сейчас вставание в очередь, несколько вот эта процедура, она упростилась. Можно встать в очередь, не выходя из дома по интернету. Вот как именно происходит? Да, действительно. На сегодня можно воспользоваться услугами республиканского портала. Для этого родителям необходимо выбрать услугу «Иду в Якутии» и выбрать услугу «Постановка в детский сад». И заполнить те графы, которые запрашивает программа. Это личные данные паспорта одного из родителей, данные свидетельства о рождении и также присваиваться номер заявлению. То есть те же документы, которые нужно иметь на руках, когда я хочу прийти к вам именно в дошкольный отдел. И можно ли отслеживать таким способом свою очередь? Конечно. Далее родители могут самостоятельно, не выходя из дома, отслеживать свою очередь. Для этого они также пользуются услугами республиканского портала, но выбирают уже они состояние, вот статус состояния заявления. И вводят номер заявления или номер свидетельства о рождении ребенка. А вот та очередь, которая состоялась благодаря интернету, и другая очередь, которая традиционная, когда люди к вам приходят в отдел и записывают своего ребенка, они как-то взаимодействуют? Да, взаимодействуют, что путаница не произошла. Это одна очередь. Они не разделяются. То есть вы вводите те данные, которые к вам приходят, в одну базу данных, и она как бы идет вместе. Люди, которые в живую очередь, они все равно в электронной очереди стоят. А по поводу льготников, у кого есть льготы, у кого есть приоритеты? Согласно законодательству, существующему законодательству, внеочередным правом могут воспользоваться дети из таких категорий, вот как дети, дети самих родителей, сирот, да, также дети работников судей и прокуратуры, дети работников следственного комитета. Также могут воспользоваться дети студентов, которые в том случае, когда оба родителя учатся на очной форме общения. А вот, ну, все мы прекрасно знаем, что хорошая альтернатива детским садам – это частные садики, да? И я слышала о так называемых субсидированных местах. Вот поясните, что это такое? На сегодня, вот, в 2015 году вышло постановление правительства о субсидировании затрат субъектов малого и среднего предпринимательства. Это означает уменьшение коммерческой цены за предоставляемые услуги. И родители, выбрав эту услугу, не теряют позицию общегородской очереди, а временно пользуются услугами частного дошкольного сектора. Ну, а вот такой вопрос. Если вот уже ребенок в детский сад ходит, ну, я хочу, чтобы ребенок поменял детский сад. Как это происходит? Вообще, возможно ли замена детского сада? Обмен. Ну, согласно нормативам, у нас таких услуг управления образованием нет, то есть переводом управления образованием не занимается. Путевка в детский сад оформляется один раз. А родители, в случае, если они поменяли место жительства, ну, по каким-то причинам хотят поменять место в одном саду на другое, то они находят в частном порядке. И уже два родителя, оба родителя подходят, и мы можем тогда только в этом случае оформить отмен. Посмотреть уже отдельно, да? Да. Ну, по согласию обоих родителей, получается, да? А вот если, допустим, ребенок переехал вместе с родителями из района в город, да, то есть получается, что в городе он с самого рождения в очереди не стоял в садик, да, и хочет пойти вот в садик, допустим, в подготовительную группу, вот у него есть такая возможность или уже нет? Ну, в этом случае у родителей все равно одного из родителей должна быть в городе оформлена прописка, временная или постоянная. А если у обоих нет, то, как бы, такой возможности нет? Ну, в таком случае они могут воспользоваться услугами частного дошкольного сектора, да, или подойти на консультацию в дошкольный отдел управления образованием. Что ж, огромное спасибо за интересную и полезную информацию.